Зеленский – это неудачная пародия на Голобородько. Статья на альтернатива.орг за 30 апреля 2020 года. Ольга Киевская. Обычно считается, что политик способен проявить себя за 100 дней с момента вступления в должность. А уж по прошествии года после избрания, как говорится, сам Бог велел разобраться с делами, которые он уже успел воплотить в жизнь. Или не успел. Голосование не за, а против. 21 апреля прошлого года на Украине прошел второй тур президентских выборов, результаты которого объявили 3 мая. По итогам голосования действующий на тот момент президент Петр Порошенко потерпел сокрушительнейшее поражение, набрав менее 24,5% голосов избирателей против 73,2% у комедийного актера Владимира Зеленского. Такой результат Порошенко был предсказуем. За 5 лет пребывания в должности он настолько разозлил население страны, что многие шли голосовать не столько за Зеленского, сколько против Порошенко. Так что нынешний украинский президент в значительной степени обязан своим успехом опостылевшему всей Украине предшественнику. Еще один фактор, повлиявший на выбор многих людей, это фильм «Слуга народа», в котором Владимир Зеленский сыграл украинского президента, точнее некоего вымышленного героя из простых людей, неожиданно для себя ставшего главой государства и принявшегося реформировать страну. Точно так же, как и его герой, бывший школьный учитель Василий Голобородько, Зеленский уделил огромное внимание популистской предвыборной программе, построенной по принципу «за все хорошее против всего плохого». В ее подготовке соратники актера учли главные промахи и нетоработки Порошенко, которые новое лицо в политике обещал устранить, ликвидировать и победить, зачастую чисто декларативно, не предлагая механизмов борьбы с тем или иным явлением или проявлением. Если ядерным электоратом Порошенко выступали прежде всего националисты, то с его соперником связали будущие страны люди, прежде всего далекие от националистических задвигов, которым обрыдли война и тотальная коррупция в государстве, которые устали от постоянно снижающегося уровня жизни, причем большинство из них даже не читало предвыборные программы своего кандидата, положившись на его харизму и принцип «хуже, чем при Порошенко» уже не будет. Тем более Зеленский в ходе предвыборной кампании постоянно намекал на грядущие посадки коррупционеров из ближайшего окружения предшественника, а то и его самого, обвиняемого во множестве преступлений. Первые решительные шаги, предпринятые Владимиром Зеленским на высоком посту, пожалуй, говорят, что он вынес уроки из судьбы Голобородька, отправленного в фильме «В отставку парламентом страны». Едва вступив в должность, новый президент распустил Верховную Раду и провел парламентские выборы, ведь реформы Голобородька не удались из-за того, что ему помешали депутаты, руководимые олигархами. А после выборов политсила Зеленского «Слуга народа» получила абсолютное большинство мест в парламенте, причем собранных сбору по сосенке, поскольку создана она была именно под выборы, не имея никакого бэкграунда. Руки не дошли, ни до чего не дошли. Нет никаких ограничений для проведения реформ, широко разрекламированных Зеленским в своей предвыборной программе, но буквально в день годовщины второго тура выборов Владимир Зеленский был вынужден признаться в том, что до исполнения данных избирателям обещаний у него руки не дошли. До чего именно? Самым животрепещущим пожеланием населения Украины год назад и сегодня является прекращение войны на востоке страны. Остановить ее обещал и Зеленский. Да только дальше осторожных разговоров на эту тему дело не доходит. Стоит ему заикнуться о мире, как надобы встают многочисленные вооруженные неонацистские группировки, грозя смести его самого, если будут предприняты реальные миротворческие шаги. И вынужден новый слуга народа не только ездить на поклон в карательные батальоны, дислоцированные на линии фронта, но и безжалостно изгонять соратников, которых пригласил на работу именно для поиска путей примирения с Донбассом, как это было с Сергеем Сивохом. Тесно переплетается с прекращением боевых действий обещание Зеленского возродить нормандский формат. Одно заседание этой неформальной группы лидеров действительно прошло и выглядел на нем Зеленский очень бледно. Но еще бледнее он стал выглядеть, когда ему не удалось исполнить буквально несколько реальных шагов, намеченных четверкой в качестве условия для следующей встречи лидеров. Причем ему не удалось даже представить свой план мирного урегулирования, который он обещал подготовить к февралю этого года. Пшиком оказался и остроумный лозунг о весенних посадках, коим его команда намекала на судебное преследование попередников во главе с самим Порошенко и опять вклинилась проклятое «но». Однако большинство коррупционеров из окружения Петра Алексеевича, включая его самого, даже не беспокоятся по поводу возможности присесть на несколько годочков, а часть из прихваченных за мягкое место была выпущена на свободу. Кстати, среди предвыборных обещаний Зеленского четко значилась недопустимость освобождения коррупционеров под залог. Причем замена генпрокурора Рябошапки на свою Ирину Венедиктову ни на шаг не продвинула вопрос привлечения Порошенко к ответственности. Как съязвил один из украинских журналистов, 7 апреля шел 21 день, как гениальный прокурор Ирина Венедиктова изучает сообщения о подозрениях в отношении народного депутата Украины Петра Порошенко, которое Ирина Венедиктовна, будучи ИО-директора Государственного бюро расследований, направила в офис генерального прокурора. С тех пор прошло еще больше двух недель, а ВОЗ и ныне там. Вместо борьбы с коррупцией за команда отметилась и коррупционным скандалом. На очередных пленках брат руководителя офиса президента Денис Ермак живо обсуждает возможности назначения тех или иных лиц на государственной должности. Не за просто так, разумеется. Теперь уже не кадры Порошенко, а члены за команды пилят военный бюджет и бюджет на борьбу с коронавирусом. Да и сам Зеленский не остался незапачканным. Как оказалось, его частная поездка в Оман оплачивалась не из его собственных средств, а принимающей стороной. Невыполненные обещания о снятии депутатской неприкосновенности и отзыве депутатов, а обещанный закон об импичменте невыполним. Кнопка давства депутатов, с которым грозился принципиально бороться Голобородько-2, не просто неисторенен, а цветет буйным цветом даже во фракции «Слуга народа». Мало того, новый порядок выборов депутатов изменен при Зеленском так, что полностью отрезает от парламента партии, за которыми не стоит олигархический капитал. Вот так он приблизил народ к власти. Кстати, про волю народа, которую клялся он исполнять. Известно, что 70% населения Украины выступают против продажи земли, но именно с подачи Зеленского среди ночи под прикрытием карантина принят закон, разрешающий это. Давайте просто перечислим остальные обещания, которые не выполнил президент. Суды не стали ближе к народу, они разваливаются, их авторитет падает. СБУ как преследовало политических оппонентов, так и преследует. Только теперь уже оппонентов «Слуги народа». Никакого послабления в вопросах преследования русского языка, как было обещано, не произошло. Наоборот, принятый при Зеленском закон полностью вытесняет русский язык из школ. Проваленное обещание отремонтировать дороги и финансирование, и фактически выполненные работы в этом вопросе только сокращаются. По сути, выполнено лишь одно предвыборное обещание Зеленского. Да и то не по его воле. Из-за антиэпидемических мероприятий в Европе на Украину вернулись очень многие граждане. Хотя эта медаль имеет и обратную сторону. Украинская экономика и валюта в последние годы держались исключительно за счет зарабатываемых и пересылаемых ими на родину денег. Теперь этих поступлений нет и не будет. Пора на выход. Если уж мы коснулись вопроса в экономике, то ее состояние описывается ровно тремя словами – волосы дыбом встают. Если в 2018 году промышленное производство возросло на 3%, то за 2019 упало на 0,5%. Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса за январь и ноябрь 2019 года составило 9,3 млрд долларов. То есть на эту сумму Украина обеднела, продав вовне меньше, чем потратила на закупки за рубежом. Как и его киногерой, Зеленский видит выход из создавшейся экономической пятой точки исключительно в получении кредита от МВФ. Причем, как и Голобородько, ушедший в отставку из-за того, что кредит не удалось получить, реальный президент тоже готов бежать со своего поста, если фонд не выделит деньги. Их просто больше неоткуда взять. Подписанный Зеленским закон об изменениях в бюджет предусматривает дефицит в размере 300 млрд грн, около 11 млрд долларов или 25% расходной части бюджета. Все это стало возможно из-за вопиющего непрофессионализма людей, назначаемых Зеленским на высокие посады. Чего стоит признание премьера Гончарука, выпускника курсов докторов наук, в том, что он совершенно не разбирается в экономике, как по его словам и сам Зеленский. Назначенные им оба правительства отличаются друг от друга лишь соотношением количества грантасосов, сарасят и других грантоматок, людей-олигархов и ангажированных посольством США подпендосников. Даже новость последних дней о предложении Зеленского слуги американских господ Михаилу Саакашвили занять пост вице-премьера не выпадает из общего контекста бездарности назначаемых их чиновников. Буквально в первые месяцы правления Владимира Зеленского многие заметили, насколько тот придерживается политики, начатой предшественником. Его даже окрестили версией Порошенко «лайт». Причем это слепое исследование наработком самого ненавидимого украинцами президента проявляется буквально во всем – от национальной политики до пресмыкательства перед США и Европой. Вспомните обнародованную Дональдом Трампом стенограмму телефонного разговора с украинским коллегой, в котором Зеленский разве что только анус не лизал большому белому господину. И если Порошенко умудрился довести Украину до экономической катастрофы 2014-2016 годов, из которой страна так и не выкарабкалась до конца правления Петра Алексеевича, то перед его сменщиком вызрела куда более яркая перспектива о сугубленной эпидемии коронавируса. Еще в марте, до объявления карантина и других противоэпидемических мероприятий, экономика страны упала на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Точно посчитать, до какого уровня произойдет падение после их принятия, просто невозможно. И дело вовсе не в вирусе и последствиях его эпидемии, а в полнейшей бездарности мер, предпринимаемых Зеленским и его командой. Не зря изменение, извините, не зря менее чем за год доверие населения страны к нему уменьшилось с 78 до 44%. А чтобы не быть голословными, просто приведем мнение украинских журналистов, тоже подводящих итоги года после второго тура президентских выборов 2019 года. Максим Гольдарб. Резюме. Не то, не тот. Владимир Фисенко, говоря о проблемах, с которыми столкнулся Зеленский, это сломает его президентство. Посмотрим, очень сильно или частично. Снежана Егорова, вы не справляетесь, вы не убедительны, вы посмешище для нашей страны, пора на выход. Где-то в недрах украинского сегмента социальных сетей родился совершенно справедливый афоризм. В «Слуге народа» Зеленский играл пародию на президента, а став президентом, начал играть пародию на своего киногероя. Учитывая же очень непростую ситуацию в стране, остается вопрос. Раз нынешний президент в реале действует под сценарию фильма, в котором снимался, повторит ли он судьбу Голобородька, ушедшего в отставку после полного провала своих начинаний? Ольга Киевская. Специально для Альтернатива.орг. Зеленский. Это неудачная пародия на Голобородька.